Вот с этой стороны, чтобы вот это у меня выровнялось. На скулах объем убрать, на губах наоборот добавить. В погоне за идеальным овалом лица женщины не боятся ни игл, ни хирургических ножей, ни даже собственноручных операций в домашних условиях. Но если раньше пухлые губы, как у Анжелины Джоли, долгие годы лидировали в рейтинге топовых пластических операций или уколов красоты, то теперь новый тренд – так называемые губы Купидона. Вот такие фотографии уже заполонили социальные сети. Для достижения такого эффекта красоткам ушивают часть губы. Красноярских врачей новый тренд красоты пока только шокирует. Я, конечно, не видел, как выглядит баба-яга там или русалка, но что-то среднее между этим получается. Ну, рыбий рот, карась. Такая услуга уже давно пользуется спросом в Японии и других азиатских странах. В Красноярске, да и в России в целом пока редкость. Тренд на губы Купидона дошел только до Москвы. Красноярские красотки, видать, отстали от моды, шутит главный краевой косметолог Сергей Кузнецов. Пока только по старинке губы увеличивают, правда, с помощью уколов. Так безопаснее, уверен врач, и делают татуаж бровей. Биодеградирующий филлер мы ввели, и через год, через 10-12 месяцев он рассасывается. И форма губ или, допустим, глубина носогубных складок возвращается к исходному. Если мы говорим о небиодеградирующих филлеров, то это, как правило, силикон и прочие синтетические вещества, которые навсегда остаются в ткани человека. Специалисты уверены, спрос на уколы красоты – это дань моде. Например, впалые скулы, как у голливудских звезд, уже третий год в цене у красноярок. Очень сейчас много девушек любят, так скажем, голодный немножечко вид, то есть увеличенные скулы, я про молодежь говорю, и узкая нижняя часть, чтобы возникало, не знаю, желание накормить, что ли, девушек. А взрослые девушки приходят и, наоборот, заполняют эту зону. Новые бьюти-тренды вызывают споры не только среди врачей и специалистов, спорят также и в социальных сетях, однако это не самые странные предпочтения по процедурам красоты. Например, не так давно в моде у девушек были эльфийские уши или, например, змеиный язык. А вот самое идеальное решение для богатых и ленивых – это операция под названием «имплантация мускулов». В спортзал ходить не надо, просто вставил себе силиконовые импланты и кубики пресса готовы. Виктория Столярова, Александр Тропин, Новости ТВК.